Для того, чтобы прекратить употреблять наркотики и алкоголь, очень важно менять свое мышление. Употребление психоактивных веществ отрицательно влияет на все сферы психики, в том числе и на мышление человека. Сегодня мы поговорим об особенностях зависимого мышления, об автоматическом мышлении и типичных ошибках. Рассмотрим некоторые эффекты, присущие химически зависимым людям, и как это мешает процессу выздоровления. Ну и, конечно же, поговорим о том, как выздоравливать свое мышление. Меня зовут Аббладзе Диана Важевна, я клинический психолог, специалист по работе с химически зависимыми людьми и созависимыми. Давайте в первую очередь рассмотрим с вами особенности мышления химически зависимого человека. Что же происходит с мышлением зависимого человека, который употребляет алкоголь или наркотики? Какие изменения наблюдаются? Во-первых, пропадает способность к абстрактному мышлению. То есть человек утрачивает способность отвлеченно смотреть на жизненную проблему, проанализировать ее, не вваливаясь в нее. К тому же разрушаются способности к экологическому мышлению. Мышление становится мифологизированным. Человек полагается не на логический анализ, а на верование. Человек начинает мыслить лозунгами, и сама логика становится такой как бы детской. Появляется зацикленность, возвращающиеся мысли. Мышление становится хаотичным, путанным. Взгляды на жизнь становятся ригидными, трудноизменяемыми. Характерен переход фантазии, диалоги в голове. Повышается склонность к негативному мышлению. То есть видеть все в черном свете, видеть во всем много негатива и тупиков. Зависимому человеку с таким мышлением крайне сложно прекратить свое употребление. Так как из-за нарушений в мышлении он не способен увидеть свою проблему. Логически проанализировать ее. К тому же навязчивые мысли об употреблении не дают покоя. Зависимый вместо решения проблемы фантазирует о ее решении. А из-за хаоса в голове не способен увидеть самого решения. Если же употребление психоактивных веществ удалось прекратить, то все равно. Нарушения в мышлении не позволяют человеку полноценно жить трезвой жизнью, получая от нее радость. Так как очень часто он не способен решать жизненные задачи. Его проблемы накапливаются. Неправильное мышление ведет к накоплению стресса и негативных эмоций. Понижает самооценку. В таком случае исцеление мышления является одним из важных направлений выздоровления. У химически зависимого, восстановившего способности к здравому мышлению, уменьшается опасность рецидива. И он в большей степени может получать удовлетворение от трезвой жизни. Давайте рассмотрим, как протекает мыслительный процесс и что такое автоматическое мышление. Для начала дам определение процесса мышления. Мышление – это процесс объективной оценки и анализа ситуации, а также синтеза выводов о ней. Есть несколько уровней мышления. Автоматическое и осознанное. Автоматическое – это когда человек мыслит привычно в соответствии с усвоенными шаблонами, стереотипами. Стереотипы формируются на основании предыдущего жизненного опыта, например, автоматического мышления. К примеру, химически зависимый человек рассуждает, если мне плохо физически или эмоционально, то я должен обезболиться, то есть употребить алкоголь или наркотик. Осознанное мышление. Мышление, при котором человек опирается на логику, творчество, объективный анализ. То есть, которое происходит вне зависимости от усвоенных ранее шаблонов. Процесс мышления можно условно разделить на три этапа. Оценки, анализа и синтеза. Первый этап. Предварительная оценка ситуации. На этом этапе происходит сбор объективной информации о ситуации. Основным нарушением на этапе оценки является искажение объективной информации вследствие влияния психологических защит. Так, к примеру, алкоголик или наркоман вследствие действия психологических механизмов защиты, к примеру, рационализация, это поиск объяснения и оправдания, отрицание и минимизации, не видит и не признает свои проблемы зависимости. И, как следствие, не начинает ее решать. Поэтому важным условием восстановления способности объективно видеть реальность является работа с психологическими защитами. Второй этап. Анализ собранной информации. На этом этапе информация логически анализируется и обрабатывается. Основные нарушения на этом этапе. Автоматический анализ на основе шаблонов. Отсутствие способности к логическому мышлению. Влияние эмоций на процесс анализа. Неспособность к абстрактному восприятию ситуации. Вследствие таких нарушений зависимый не способен проанализировать проблему зависимости. И видит проблему не там, где она есть. К примеру, считают, что корень проблемы в употреблении, а не в том, что проблема в личности. А употребление является следствием. Поэтому для выздоровления необходимо учиться осознанному творческому мышлению, не основанному на шаблонах. Логическому мышлению и разграничивать эмоциональную оценку и рациональный анализ. То есть учиться смотреть на ситуацию абстрактно. Третий этап. Синтез решений. Или, иными словами, выводы. На этом этапе мыслительного процесса на основе проанализированной информации принимаются решения и делаются выводы. Основными нарушениями этого этапа являются отсутствие способности к синтезу, то есть к выводам. Влияние мотивации на процесс синтеза. То есть решая то, что хочется, а не то, что логически следует. Вследствие этих нарушений зависимый оказывается не способным принять решение выздоравливать. Спланировать свое выздоровление и придерживаться этого плана. И корректировать его при необходимости. Теперь давайте поговорим о типичных ошибках мышления, которые, кстати, присущи многим людям и не только химически зависимым. Ошибки мышления, которые мы сейчас будем рассматривать, это усвоенные в процессе жизни, чаще всего с детства. Неправильные такие ошибочные способы оценки действительности, анализа и синтеза. Эти ошибки мешают объективно оценивать реальность, делать выводы и приводят к негативным эмоциям. Рассмотрим с вами несколько видов различных ошибок, типичных ошибок. Долженствование. Это оценивание действительности в стиле «я», «другие», «ситуация», «мир» должны. Когда человек мыслит в таком стиле, он учитывает только один вариант событий, ведь «должно» означает, что не может быть иначе. Однако мир на самом деле многовариантен. И не учитывая в мышлении и долженствовании эти и другие варианты, человек не может на них адекватно реагировать. Это приводит к негативным эмоциям, неправильным действиям, к напряжению и проблемам в жизни. Ярлыки и долженствование, на которые можно ориентироваться. Должен, надо, обязан, необходимо, ну и в таком духе. Примером долженствования в употреблении химически зависимого человека может быть следующие варианты. Если мне плохо, я должен употребить. Следствием чего является неизбежное употребление. Пример долженствования, мешающего выздоровлению. У меня должно получиться бросить и так. Пример долженствования в трезвости может быть таким. Люди не должны вести себя неправильно. Следствием чего появляются злость и конфликты. Ну и как вариант срыв. Здоровой альтернативой долженствования является мышление в стиле возможностей. То есть «я», «другие», «ситуация», «мир» могут. В таком мышлении учитываются альтернативные варианты. Как следствие, человек может адекватно реагировать на события, которые идут не так, как ему хочется. Мне плохо, но при этом я могу и не употреблять, а решить проблемы как-то иначе. Другие люди могут вести себя неправильно, а я могу на это реагировать адекватно или вообще не реагировать. Следующий вид ошибок, достаточно распространенный, – ужестификация. Мышление в стиле «это ужасно» приводит к переоценке событий и, как следствие, психологическому напряжению и неправильным действиям. При таком мышлении у человека есть только две градации для оценки – «очень плохо», «ужасно» или «нормально». Давайте рассмотрим примеры, ужестификации, как это проявляется у человека, находящегося в употреблении, или у человека, который начал процесс выздоровления. Допустим, состояние без употребления ужасно, я не смогу это вынести, вследствием чего является продолжение употребления. Или же ужестификация выздоравливающего. Выздоровление слишком тяжело для меня, ужасно, я не могу с ним справиться. Здоровой альтернативой ужестификации является адекватная шкалированная оценка тяжести событий, где присутствуют не только две оценки – «ужасно» и «нормально», а и средние значения. Состояние без употребления сложно, но переносимо. То, что произошло плохо, но не смертельно. Следующий вид ошибок – сверхобобщение. Когда человек по части ситуации, какой-то проблеме или человека делает вывод, что вся ситуация, проблема или человек обязательно такая. Это называется сверхобобщение. Примеры сверхобобщения. Если человек поступил плохо, он вообще плохой. По одному поступку делается вывод обо всем человеке. Если утро плохое, весь день будет плохим. По части дня – вывод обо всем дне. У человека грязные ботинки, значит, он неряха. По части одежды в какой-то момент времени делается вывод о черте характера. Примеры сверхобобщения, мешающих выздоровлению. У меня не получается какая-то активность выздоровления. Значит, я плохо выздоравливаю. Я сорвался, значит, у меня не получится выздоравливать вообще в принципе, и не стоит пытаться. Трезвой альтернативой сверхобобщению является системное мышление. Когда по части ситуации делается вывод, только этой части не переносится на остальную ситуацию. А обо всей ситуации вывод делается только проанализировав все, или как можно большее количество ее частей. Если человек поступил плохо, это не означает ничего больше, чем то, что в этой ситуации он поступил плохо. Не обязательно, что он вообще плохой. Какой он в общем, можно судить, только узнав его поближе. Узнав, как он поступает в разных ситуациях. Если утро плохое, это означает лишь то, что плохое утро, день может быть совершенно другим, и вообще все в наших руках. Следующий вид ошибок – черно-белое мышление. Мышление, при котором человек видит только плохое или только хорошее, и не может увидеть другие части. Следствием такого мышления является либо состояние отчаяния, депрессии, когда не видно ничего хорошего, либо наоборот, эйфории, когда игнорируются и не решаются проблемы. Ярлыками такого мышления являются слова «все», «ничего», «только». В трезвости нет ничего хорошего, к примеру. «Я употребляю, и у меня все хорошо». Пример черно-белого мышления, мешающего выздоровлению. «У меня ничего не получается в выздоровлении». Только программа, консультант, группа, высшая сила и так далее может мне помочь. «Мне ничего не может помочь. У меня уже все хорошо». Зрелая личность может видеть в любой ситуации как хорошие, так и плохие стороны, находя баланс между ними. Что-то плохо, а что-то хорошо. Следующий вид ошибок – негативизм. Склонность замечать только негативные исходы событий. Ярлыками такого мышления являются преобладания таких частиц, как «не», «нет», «у меня не получится», «у меня это не выйдет». Такое мышление приводит к прекращению поиска решения, апатии и бездействия. Примеры негативизма выздоровления. «У меня не получится выздоравливать», «я не понимаю материал». Альтернативой негативному мышлению является позитивное мышление, направленное на решение проблемы, на поиск выхода, где проблемы переформулируются в цель. «Мне следует», «желательно», «мне необходимо найти выход», «мне следует найти выход», «чтобы завязать, мне желательно научиться получать радость от трезвой жизни», «мне следует учиться выздоравливать», «мне лучше спросить у кого-то, что я не понимаю». И в таком духе. Следующий вид ошибок – сверхатрибуция. Это приписывание причин. Ошибкой этого мышления является то, что человек по какому-то внешнему признаку сразу делает вывод о причине. «Он поступил так, потому что…» «Если человек на меня накричал, он ко мне плохо относится, она со мной не поздоровалась, значит, она меня не уважает, но и в таком духе». Примеры сверхатрибуции в употреблении химически зависимого человека. «Я не могу бросить, потому что я слабовольный». «Я употребляю, значит, я оконченный». Примеры сверхатрибуции, мешающие выздоровлению. «Я трезв уже месяц, значит, я уже выздоровел». «У меня нет тяги и мыслей об употреблении, значит, у меня все нормально». Человек со зрелым мышлением не делает умозаключения о причине на основании одного поступка. А если ему необходимо знать причину, он ее выясняет. «Я не знаю, на самом деле, почему человек так поступил». «Тому, что человек на меня накричал, может быть множество объяснений». «Она не поздоровилась со мной, и я не знаю причины, но это не значит, что она меня не уважает». «То, что у меня нет тяги к употреблению и мысли о нем еще ничего не означает». А сейчас поговорим о нарушениях мышления, памяти, потере ситуационного контроля и различных эффектах, присущих химически зависимым людям. Итак, есть эффект, называемый эйфорической памятью. Это когда зависимого человека захватывают положительные воспоминания о прошлых позитивных моментах употребления. Следующий эффект, присущий многим химически зависимым людям. Временная амнезия. Это эффект, когда зависимые забывают о негативных последствиях употребления. Оба эти эффекта являются нормальными свойствами человеческой памяти забывать плохое и помнить все хорошее. Однако, если человек не будет помнить о негативных последствиях употребления и помнить о хороших, он, скорее всего, начнет употреблять. Профилактика эйфорической памяти и временной амнезии может послужить в выполнении специальных заданий по анализу прежнего употребления. Кстати, такие задания выполняют в реабилитационном центре. К примеру, задания первого шага по программе «12 шагов». Истории других выздоравливающих о своих срывах, напоминания себе о негативных последствиях употребления и прочие психотерапевтические методы. Следующий эффект, присущий химически зависимым – помутнение сознания. Помутнение сознания – это временное отключение способности логически мыслить, вследствие чего человек начинает употреблять, а потом не может объяснить себе, зачем он это сделал. Следующий эффект, присущий химически зависимым, назовем его одержимость. Одержимость – это когда сознанием человека настолько обладевают мысли об употреблении, что противостоять им нет силы. В профилактике помутнения сознания и одержимости могут помочь обучение практичному, логичному мышлению, например, с помощью дневника самоанализа, дневника чувств, выполнение специальных заданий по выявлению и исправлению ошибок мышления, общение с выздоравливающими с большими сроками трезвости. Ну, теперь давайте поговорим о том, что же делать с зависимым мышлением и как помочь себе. Здравым мышлением является мышление объективное, логичное, без ошибок, разделенное с эмоциями и желаниями, без влияния психологических защит, в котором проявляются способности к анализу, синтезу, абстракции, ну и прочее. Исцелению мышления помогает в ведении дневников самоанализа, в котором анализируются мышление и его ошибки, анализ планирования, то есть анализ дня, планирование действий, письменный анализ ситуации и проблем, специальные упражнения на развитие практического мышления, чтение специальной литературы и прочее. Также выздоровлению или исцелению мышления помогает общение с более здравомыслящими людьми и копирование их способов размышления, взглядов на жизнь. В практике для работы с мышлением помогает правило так называемых трех О. Осознанность, ответственность и оценка. Осознанность. Следует остановиться и понять, осознать свое мышление. Ответственность. Взять ответственность за свое мышление на себя. Меня никто не заставляет так думать. Все мои автоматические мысли являются просто следствием привычек думать подобным способом, подобных ситуаций. И оценка – это оценить пользу и вред подобного мышления в данной конкретной ситуации. Применяя вышеназванные рекомендации, вы сможете изменить свое мышление и изменить свою жизнь к лучшему. На нашем YouTube-канале есть видео, «Как бросить наркотики и изменить свою жизнь». Ссылка на это видео будет в правом верхнем углу экрана и в описании под этим видео. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если эта информация была вам полезна и интересна. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Абулаза Диана Важевна. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok